Язык и речь. Нормы литературного языка. В процессе работы вы узнаете, что такое язык и речь, что такое нормы литературного языка и какие бывают нормы, и научитесь обнаруживать нарушение языковой нормы в речи и справлять нарушения языковых норм. Язык – это важнейшее средство человеческого общения, то есть то, с помощью чего общаются люди. Он состоит из звуков, слов, словосочетаний, предложений, целой системы средств, которые используются для общения. Общение – это обмен мыслями с кем-либо. Значит, чтобы передать мысли в устной или письменной форме, мы обращаемся к языку и с помощью его средств строим свою речь. Речь – это форма общения с помощью языка. Речь культурного человека должна быть правильной, грамотной. Для этого нужно усвоить языковые нормы. Нормы языка – это правила образцового произношения, правописания, образования и употребления слов, словосочетаний и предложений. Орфографическая норма устанавливает правила написания слов. Функтуационная норма устанавливает, как правильно расставлять знаки препинания в предложение. Произносительная норма устанавливает, как правильно произносить слова и ставить ударение. Словообразовательная норма устанавливает правила образования слов. Морфологическая норма устанавливает правила образования форм слов. Синтаксическая норма устанавливает правила построения предложений. Соблюдение языковых норм является важнейшим показателем культуры речи. Поставьте воспроизведение видео на паузу и выполните задание. Решите орфографические и пунктационные задачи. Назовите языковые нормы, над которыми вы работали, выполняя задание. Полянки с синими цветами напоминали маленькие озера. Я нагнулся, сорвал один цветок и тряхнул его. В нем прогромыхали созревшие семечки. После выполнения повернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения задания. Полянки с синими какими? В прилагательном синими окончание имя, потому что в вопросе какими окончание имя. В слове ОЗЕРО вставляем гласный О, проверяем его словом ОЗЕРО. В слове ТРЯХНУ в корни вставляем гласный Я, проверяем его словом ТРЯСКА. Прогромыхали приставка ПРО, которая пишется неизменно. Семечки в сочетании ЧК пишется без мягкого знака. Вставляя пропущенные буквы, вы работали над орфографической нормой. В предложении Я нагнулся, сорвал один цветок и тряхнул его нужно поставить запятую между однородными сказуемыми Нагнулся и сорвал. Расставляя знаки препинания, вы соблюдали пунктационную норму. Поставьте воспроизведение в видео на паузу и выполните задание. Поставьте ударение в словах, назовите языковую норму, над которой вы работали, выполняя задание. После выполнения задания вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения задания. Досуг, крапива, средства, кухонный, украинский. Выполняя задание, вы работали над произносительной нормой. Поставьте воспроизведение в видео на паузу и выполните задание. В книге Корнея Щуковского «От двух до пяти» можно прочитать такой диалог. Ты будешь покупатель, а я продаватель. Не продаватель, а продавец. Ну хорошо, я буду продавец, а ты покупец. Назовите языковую норму, которую нарушил ребенок. Проверьте правильность выполнения задания. Ребенок нарушил словообразовательную норму. Продаватель и покупец – это слова, которые образованы ребенком неправильно. От глагола «продавать» необходимо образовать слово «продавец». От глагола «покупать» необходимо образовать слово «покупатель». Поставьте воспроизведение в видео на паузу и выполните задание. Заполните пропуски в словах. Назовите языковую норму, над которой вы работали, выполняя задание. Проверьте правильность выполнения задания. Модная туфля, небесная лазурь, детский шампунь, душистая черемуха, белый рояль. Выполняя это задание, вы должны были соблюдать морфологическую норму, определить род существительного и образовать правильную форму прилагательного. видео. Поставьте воспроизведение в видео на паузу и выполните задание. Из данных слов составьте словосочетание. Назовите языковую норму, над которой вы работали, выполняя задание. Проверьте правильность выполнения задания. Заплатить за проезд, обрадоваться встречи, обрадован событием, благодарить за помощь. Знание синтаксической нормы помогло вам правильно выполнить задание. Поставьте воспроизведение в видео на паузу и выполните упражнения 63, 65, 66 из учебного пособия. После выполнения вернитесь к просмотру. Проверьте правильность выполнения упражнения 63. Решая орфографические задачи данного упражнения, вы работали над орфографической нормой. Трудно мнется. В глаголе не пишется мягкий знак, потому что в вопросе что делает его нет. Туго гнется. Тся в глаголе пишется без мягкого знака, потому что в вопросе что делает мягкий знак отсутствует. Он лепится. Он лепится. Что делать? Тся пишется с мягким знаком, потому что в вопросе что делать пишется мягкий знак. Не дается. Не дается. Что делает? В глаголе не пишется мягкий знак, потому что в вопросе мягкий знак отсутствует. Не лепится. Что делает? Тся пишется без мягкого знака, потому что мягкий знак отсутствует в вопросе. В корне слова ленивый пишем гласный Е, проверяем слово лень. Проверьте правильность выполнения упражнения 65. Осень, осенний. Класс, классный. Звук, звуковой. Урок, урочный. Гроза, грозовой. Дверь, дверной. Разговор, разговорный. Час, часовой. Выполняя данное упражнение, образовывая прилагательное от существительного, вы работали над словообразовательной нормой. Проверьте правильность выполнения упражнения 66. Кербарии, красивый кербарий. Грозди, большая гроздь. Методы, действенный метод. Мишени, близкая мишень. Рыси, быстрая рысь. Туфли, новая туфля. Парели, свежая парель. Шали, легкая шаль. Шампуни, мужской шампунь. Выполняя данное упражнение, образовывая словосочетание и согласуя прилагательное с существительными, вы работали над морфологической нормой. Теперь вы знаете, что такое язык и речь, что такое нормы литературного языка и какие бывают нормы. И умеете обнаруживать нарушения языковых норм в речи, исправлять эти нарушения. Еще раз повторите теоретический материал в учебном пособии параграф 6 и 7 и выполните упражнения 54, 58, 67. Чтобы проверить свои знания, выполните тестовую работу по теме. И помните, русский язык в умелых руках и в опытных устах красив и луч, выразительный, гибок, послушен, ловок и вместительный. Продолжение следует... Продолжение следует...